Мэзи, что у нас там сегодня по плану? Так, секундочку, сейчас проверю. Сначала у нас с вами уроки, потом вы пойдёте в спа, дальше небольшой перекус, ну и в конце концов на вечеринку. Итан, где мои деньги? Прости, прости, брат, послезавтра точно всё отдам. Ну смотри мне. Ребята, кто со мной хочет снять тикток? Может ты, Макс? Отвори. А может ты со мной снимешь тикток? Я такую крутую идею нашла. Ты отстань от меня, Сьюзи, вечером ты со своими дурацкими идеями. Мартин, какой же он красавчик. А в нашей школе всего-всегда. Знаю, мы уже подъезжаем. Надеюсь, это место окажется менее ужасным, чем мы его себе представляли. И сто. Молодцы, парни, вы сегодня отлично потрудились. Вот ваша зарплата. Эх, отлично. Куплю себе чипсы и... О, мои денюшки. Спасибо, Итан, что вовремя отдаешь долги. Мэдди, я сегодня так потрудилась. Уже даже видно результат. Ого, ничего себе без Виолетта. Вы такая молодец. Думаю, сегодня вы даже сможете позволить себе сладкий милкшейк. Мэдди, я тебя просто обожаю. Ты самая лучшая правая рука. Девчонки, смотрите, что у меня есть. Погнали на концерт. Виолетта, а ты уже закончила? Чего тебе, Мартин? Слушай, ко мне дошла информация, что к нам должна приехать новая ученица. Говорят, она особенная. А, ты про ту бледную тяпку из Невер Мора. Мне нет до нее дела. Да вакойди ты. Давай устроим ей особый прием. Я же сказала, такие бледные мышки, как она, мне не интересны. Какая она красотка. Это же Венсты и семейки Адамс. Говорят, она... Мэдди, заткнись. Мне это неинтересно. Стоять. Чего тебе? Ты знаешь, что нужно здороваться, когда приходишь в новый класс. Отпусти меня. Немедленно. А что ты мне сделаешь? Отпустите меня. Отпусти меня. Что я тебе такого сделала? В следующий раз будешь думать, как вести себя в подобной ситуации. Ну, быстро помогли мне. Чего вы там сидите? Ну, вы уже познакомились с новенькой ученицей? Аликс, посмотри, что со мной сделает, ты сумасшедшая. Поняла, поняла, не сумасшедшая. Ну, вижу, ты уже познакомилась. К счастью, ребят. Ну, можно и так сказать. Ладно, пойдем со мной, Вензей. Я познакомлю тебя с твоей соседкой. Пошли. Да-да-да-да-да. Интересно, какая же моя новая соседка? Раз уж ей подготовили такую жуткую кровать. Говорят, она необычная. Может, она вампирша или оборотень? Сейчас, урод, нетерпение. Проходи. Вау, такая необычная. От нее веет холодом. Ну, ладно, ты тут обустраивайся, а я пошел. У меня сегодня очень много важных дел. Приветик. Привет. Свали с дороги. Эй, ты почему такая бледная и злая? Я всегда такая. Долго еще будешь меня бесить? Нет. А ты умеешь танцевать? Если нет, то я смогу тебя научить. Какая же клума, да? Рука. Ну, танцуй же со мной. Спасибо. А что это еще за чудовище? Это рука. Мой помощник. Помощник? Круто. Меня, кстати, Сьюзи зовут. И мы теперь соседки. Да уж, соседка мне попалась не очень веселая. Но ничего, я надеюсь, смогу ее поменять. Да, 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 конечно. Вашу дочь уже встретили, она уже осваивается. Ну что вы, ну что вы, конечно. Обещаю вам, с ее головы не упадет ни один черный волосок. Алис, что это было? Погодите, я вам позже перезвоню. Чего тебе, Виолетта? Ты почему меня сегодня в классе не защитил? Или ты забыл, кто мои родители? Слушай, Виолетта, я все понимаю. Тебе обидно, тебя перед всеми унизили. Но Бензи Адамс тебе не по зубам. Ее родители намного круче. Мне плевать. Я за что тебе деньги плачу? Так, все, Виолетта. У меня нет времени с тобой разговаривать. Бесит. Ой, мисс Виолетта, извините. Я просто бежала, чтобы спросить. Вы уже поговорили с мистером Алексом? Да, зови всех одноклассников. Нам нужно уничтожить эту Бензи Адамс раз и навсегда. Ребята, а вы как думаете, получится ли у нашей Виолиты выгнать Бензи Адамс из школы? Что еще за вопросы? Конечно, получится. Ребята, а вы как думаете, скоро эта Бензи свалит из нашей школы? Ничего не получается. Что за странный замок? Бензи, что ты здесь делаешь? Пыталась открыть замок. Хотела выйти отсюда. Глупышка. Она ведь всегда была открыта. Вот и славно. Проваливай. Стоять! Ты ведь здесь еще не усваивалась? Давай я тебе проведу экскурсию. Не вижу в этом смысла. Я и сама могу здесь все посмотреть. Нет, со мной так не работает. Значит так, мне эта новенькая совсем не нравится. Эй, послушай, что Виолетта тебе говорит. Мисс Виолетта лишь хочет сказать то, что вам запрещено общаться с Венздей. Понятно? Эй, Виолетта. Да, Мартин, говори. Может, немного отвлечемся, сходим, прогуляемся? Это неплохая идея. Мэдди, ты можешь быть где-то на пару часов свободна. Ес! Эй, я не понял, а как же наше собрание? Оно переносится, потом подумаем, что делать с этой новенькой. Давай, проходи быстрее. Или нет? Смотрите и учитесь. Учитесь. Эй, новенькая, почему ты такая худая, одни кости? Следи за языком, свинья. Что ты сказала? Лови мяч. Не думала, что в этой школе такие слабые мальчики. Ничего себе, какая сила. Какая ты крутая мне подруга. Пошли, Сьюзи, покажешь мне другое место. Конечно, конечно. Макс, вот это ты слабак. Закрой рот, Итан. Я просто расслабился. Теперь вы поняли, с кем мы имеем дело. Эй, отпустите меня. Зачем я вам нужна? Быстро рассказывай, кто тебе разрешил дружить с Венздей. Она моя соседка по комнате. Все, не буду я вам больше ничего объяснять. Она изгой. Ей запрещено дружить с кем-либо. Она просто мрачная. А внутри она добрая. Вижу, Сьюзи, ты не понимаешь по-хорошему. Нужно объяснить тебе по-плохому. О, приятного аппетита. Какое странное чувство у меня внутри. И где все это время Сьюзи? Похоже, я ее нашла. Ах, точно. Девочки, они меня снова обижают. Не поняла, почему это ты свою подружку спасаешь? Сьюзи, время твоего наказания еще не вышло. Поэтому залазь обратно в шкафчик. Нет, она больше никогда туда не залезет. Только мне нравится проводить время в вещах, похожих на гробки. Ну да, конечно. Быстро внутрь обе. Пошли, Сьюзи. Они получили по заслугам. Эээ, пока неудачница. Ах, какое тихое и спокойное место. Идеально подходит для написания моего романа. Ах, ну, сейчас мы займемся немного спортом. Что тебе надо? Проваливай. Эй, я же просто пришел позаниматься спортом. Это же спортзал. Да и виолеты здесь нет. Хорошо, я тебе верю. В этот раз ты останешься на трону. Слушай, а чего ты вообще такая мрачная? Я не обычный человек. Да я уже понял. Если тебе так проще, можешь назвать меня просто монстром. Стой. Но ты ведь очень привлекательная девушка. Ты совсем не монстр. Не прикасайся ко мне. Я такое не люблю. Да постой. Куда же ты? И даже не надейся, друзьями нам не быть. Эх, Мартини, почему тебя только тянет на этих противных девушек? Ничего не понимаю. Так, дети, тесты я вам уже раздал. Можете приступать. Мэдди, ты все подготовила. Конечно, я поменяла тесты. С ними ей точно не справиться. Что? Это же тесты с информатики. Крутяк. Тесты для спортсменов. Легкотня. Что это такое? Тема ведь была совсем другая. Что мне делать? Прекрасно. Сейчас она завалит свой первый тест. Алексу это точно не понравится. Кстати, Виолетта, вот твой тест. Он уже сделан. Что же делать? Ничего себе. У меня только что было видение. Теперь я знаю все ответы. Ну что там? Как успехи? Готово. Что? Молодец, Бензли. Еще и все ответы правильные. Ну, от семьи Адамсов меньше вас ждать не стоило. Эм, прости, Виолетта. Я не знаю, как так вышло. Мэдди, лучше сейчас ничего не говори. Я очень злая. Ну, наконец-то у нас свидание. Мартин, я так долго его ждала. Ага, я тоже очень рад. Эй, а ты чего без настроения? Не знаю, у меня почему-то совершенно его нет. Да, ослабься. Давай просто проведем время вместе. Тем более, скоро новенькой Вензли не будет в нашей школе. Радуйся. Да не такая она и плохая, Виолетта. Просто не подчиняется тебе. Вот ты и бесишься. Что ты сказал? Да успокойся ты. Да как ты можешь защищать эту выскочку? Что ты делаешь? У вас здесь все хорошо, но никакая помощь не нужна. Проваливай, Мэдди. Ты что, ненормальная? Заткнись. Значит так, с этого дня ты на испытательном сроке. Ясно тебе или нет? Отстань от меня. В отличие от Мэдди, я тебе не подчиняюсь. Какой же он противный. Не переживай, Виолетта. Он немножечко позлится, а потом попросит у тебя прощение. Так и будет. Ладно, я пошла, а ты здесь приберись. Ладно, сделаю все как скажешь. Как всегда прекрасно. Рука, ты идеальный шеф-повар. Приятного аппетита, Виолетта. Надеюсь, тебе понравится мой подарок. Что это такое? Ее наверняка сейчас вырвет. Рука. А ты где нашел моих любимых пауков? Так ты их не добавлял? Тогда как они здесь оказались? Мой план опять провалился. И откуда же ты взялась такая всеядная? Вендей, у меня для тебя отличная новость. Ну, удиви. В общем, у нас завтра в школе вечеринга. Ты с нами? Нет, я в таком не участвую. Да, ты не понимаешь. Там все будут приодеты в прикольные наряды. Ах, еще хуже. Как жаль. А я думала, у меня подруга, которая меня понимает. Эй, ты что, плачешь? Ну, успокойся. Я думала, ты не такая, как все. Ну, хватит реветь. Соберись. Я ищу тебя. Наверняка бежу. Ладно, пойду я с тобой на бал. Правда? А, понятно. Значит, это все было подстава. Ура, моя подруга идет со мной на вечеринку. Осталось одно. Подобрать нам классные наряды. Кигуруми? Ну да. А что, мы будем самые яркие на вечеринке? Нет, это никуда не годится. Вот, я думаю, это подойдет. Иу, оно какое-то мрачноватое. В любом случае, лучше, чем то, что ты выбрала. И так, еще немного. Давай, 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 давай. И есть. Очередная победа от Итана. У-ху. Да. Наверное, мой костюм приехал. Да. Ага. Сейчас буду. Да, вот это я понимаю одежду. Буду делать Таню с робота. Итан, что это такое? Это мой костюм на вечеринку, а что? Сейчас не до этого. Идем, нам Виолетта дала за Таню. Опять эта Виолетта возомнила себя, непонятно что. Так, давай не возмущайся. Идем, нам нужно посадить новенькую в тюрьму. И вообще, снимай этот дурацкий костюм. Ээээ, в смысле в тюрьму? Сейчас увидишь. Сейчас только переоденусь. Странно, за эти полчаса меня никто не потревожил. Что-то здесь неладное. Всем стоять, не двигаться, это полиция! Полиция? Что вы здесь забыли? Вопросы здесь задаю я. Вы, ВСД Адамс, обвиняетесь в воровстве! Что? Ну я же ничего не крала. Врешь! Помощник, взять ее! Руки за спину! Вы можете вызвать себе адвоката. А если не можете, то мы вам его предоставим. Это не законно, что вы делаете? Здесь я решаю, что законно, а что нет. И что я сделала? Выпускайте меня! Вы украли спокойствие. Что? У кого я могла такое украсть? Из-за этого не сажают. Ты еще ничего не поняла. Это мы, Вэнсдей. Я так и знала, что в этом замешана Виолетта. Послушай, давай сделаем так. Ты уйдешь из колледжа, а мы тебя выпустим. Ты думаешь, эти тонкие прутья смогут меня удержать? Ха, ну ты, конечно, сильная девочка. Но не настолько, чтобы выйти из этой тюрьмы. Да что я сделала вашей Виолетте? Она не любит выскочек вроде тебя. Ааа, Сьюзи, она ведь тоже не слушается Виолетту. Ха, а на Сьюзи всем плевать. Ее никто никогда не воспринимал. Серьез. Ах, ну держись, Макс, когда я выберусь отсюда, тебе мало не покажется. Ага, удачи. Кстати, и ключи лежат здесь, на столе. Правда, ты своими коротенькими ручками сюда не достанешь. Пошли, Макс, копам нужно сделать перерыв на пончики. Кучка аматоров, думаю, что смогут удержать меня здесь. Рука, ты знаешь, что надо делать. Надеюсь, ей понравятся эти цветы. Приветик, а что это ты делаешь в нашем общежитии? Я спешу к парням в комнату. С цветами? Что-то я в это не верю. Да вот на свидание с Фиолетой был, она не в настроении. Вот и не пригодились, не выбрасывать же. Ну ладно, проходи. А я уж подумала, что Мартину нравится Вэнсдей. Наконец-то Сьюзи ушла. Теперь могу побыть наедине. Спокойно, как на кладбище. Привет, Эмма. Не занята? Чего тебе? Да так, решил проверить, все ли у тебя в порядке. Не очень. Я только что сбежала из тюрьмы. Так себе занятие. Прости, понимаешь, Виолетта очень вспыльчивая. Скоро успокоится, я тебе обещаю. Что это у тебя в руках? Эти цветы тебе. Думаю, они поднимут тебе настроение. Фу, какая гадость. Эй, почему ты их выбросила? Запомни, я люблю черные розы и точка. Но ведь таких цветов не существует, Вэнсдей. Именно, потому что я не люблю цветы. Проваливай. Ладно, рад был тебя увидеть. Внимание парней. Как же меня это бесит. Ребята, напишите в комментарии, смогу ли я понравиться Вэнсдей Адамс. А то мне кажется, что я совсем не нравлюсь. Блин, что же делать? Сейчас придет Виолетта, она мне такое сделает. Макс. Да, Виолетта, что такое? Почему я узнаю, что Вэнсдей сбежала из тюрьмы? Эм, прости, Виолетта, я сам не знаю, как это случилось. Да мне плевать. Ты забыл, сколько у меня денег. Я могу сделать так, что ты уже завтра будешь стоять на улице и попрошайничать. Пожалуйста, не надо, мне здесь очень нравится. А мне какая разница? Значит так, до завтра ты должен придумать новый план, как выгнать эту Вэнсдей с нашей школы. А что, если я притворюсь доктором и заберу ее в больницу? Ты думаешь, твой глупый план сработает? Конечно, Виолетта. Надеюсь, ты меня не обманываешь. Иначе... Понял, я все понял. Ладно, сегодня придешь прямо во время урока. Как скажешь. И я скажу ребятам, чтобы они были в курсе. И даже не смей меня подставить. Фух, наконец-то все обошлось. Так, Макс, соберись. Ты должен сделать все так, как сказала Виолетта. Иначе тебя выгонят со школы. Уже жду не дождусь, вечеринки. Ну что, ребят, вы готовы увидеть очередное представление от Макса? Угу. Эх, как хорошо, что меня Макс не позвал на этот раз. Так устал выполнять дурацкие поручения от Виолеты. Так, детки, всем привет. Что здесь делает врач? Не знаю, но я их очень боюсь. Мне сказали, что в этом классе есть больные подростки. Конечно, вот, вот эта девочка Венстей зовут. Что значит больная? Так, почему ты такая бледная? Да я еще безумно холодная. Мое привычное состояние. Уберите от меня руки. Так, тебя нужно срочно госпитализировать в больницу. Никуда я не пойду. Идем. Так, что здесь происходит? Здравствуйте, я врач, и ваша ученица слишком больная. Ее нужно отправить в больницу немедленно. Мистер Алекс, это неправда. Я совершенно здорова. Эмма, я пообещал твоим родителям, что с тобой все будет хорошо в этой школе. Тем более врач лучше знает. Вот именно. Поэтому идем за мной. Мой план сработал просто идеально. Виолетта, ты гений. Даже несмотря на то, что это все придумал Макс. Ну вот, так хорошо. А зачем мне гипс? У меня же ничего не сломано. Не важно. Слушай доктора. А, похоже, я все поняла. Никакой ты не доктор. Верно. И ты опять попалась на мою уловку. И в этот раз рука тебе не поможет. Ты думаешь, что это меня удержит? Я в этом абсолютно уверен. Так, и где же обувь Вензи на сегодняшнюю вечеринку? Ах, а вот и ее прекрасные туфли. Но я надеюсь, что план Макса сработает, и она не придет на тусовку. Но это как запасной вариант. Эй, Вензи, что ты делаешь? А ну разряжи меня быстро. Кэм, Вензи, я врач. И тем более, ты очень болен. Нет! Кто-нибудь помогите мне, пожалуйста. Эй, почему вы смеетесь? Это, между прочим, мой любимый костюм. Не вижу ничего здесь плохого. Да ты посмотри на себя, клоунада. Кстати, а где твоя подружка? Неужели задерживается в больнице? Не переживайте, ребят, я полностью здорова. Вау, какая Вензи красотка в этом платье. Она просто невероятная. Ну, Макс, держись, я тебе устрою. Ну что, ребят, так как вы уже все в сборе, я могу спокойно объявить начало первого нашего конкурса. Сейчас начнется самое интересное. Итак, он будет танцевальным. Что значит танцевальный? Я на это не подписывалась. Давай, Эмма, это же легко. Но я не умею танцевать. Вензи, слушай, раз ты такая крутая, может, ты первая будешь танцевать? Нет, пожалуй, я откажусь. Ха-ха-ха, я так и думала. И у нас на самом деле трусиха. Давай, Вензи, я в тебя верю. Не думаю, что это хорошая идея. Ну ладно, я согласна. Да уж, а танец у нее неплохой. Смотри, сейчас будет мой самый любимый момент. Что такое, Вензи? Не умеешь на каблучках стоять? Какой позор. Да у нее же шпильки подрезаны. Виолетта! А что такое? Я ничего не знаю. Хватит врать, это ты подставила Вензи. Заткнись, Мартин. Или ты ее поддерживаешь? Можно и так сказать. Виолетта, ты уже всех задолбала. Отстань наконец-то от Вензи. Мартин, что ты такое говоришь? Если это все, Мартин, можешь проваливать в своей неудачнице. Мэзи, пошли со мной. Будем праздновать мою победу. Итан! Не поранилась? Нет, все нормально. Да, да, да. Похоже, намечается что-то интересное. Вензи, ты просто невероятная. Я тобой так горжусь. Спасибо. И хватит меня обнимать. Ты же знаешь, я не люблю всякие нежности. Привет, девочки. О, а вот и наш защитник. Чего тебе? Вензи, неужели ты ничего не понимаешь? Я знаю, что нравлюсь тебе, но это ничего не значит. Почему? Ну, потому что я абсолютно ничего к тебе не чувствую. И вообще, у меня никогда не будет парня. Что ты творишь? Ты же разобьешь ему сердце. Все нормально, Сьюзи. Я, наверное, пойду. Ну, тебе никто не запрещал быть нашим другом? Что ж, мне, наверное, и этого достаточно. Не нужно на меня так смотреть. Вензи, ну и когда ты уже повзрослеешь? Бесит, бесит, бесит. Ну и Виолетта, успокойся, все же хорошо. Почему Вензи Адамс еще учится в нашей школе? Парни, это ваша вина. Виолетта, прости, такого больше не повторится. Заткнись, тебе никто не разрешал разговаривать. Эй, Виолетта, и правда, будь поспокойнее. А тебе кто разрешал разговаривать? Вы ничтожество. На вас вообще положиться нельзя. Что ты сказала? Да это ты. Ты во всем виновата. Итан, проваливай, пока я еще добрая. Итан, ты услышал? Вали, Виолетта сейчас не в настроении. Ну и пожалуйста. Стой, Итан, ты куда? И пусть этот Мартин только попадется мне на глаза. Виолетта, успокойся, не переживай, ты так. Хочешь, пойдем успокоимся, я сделаю нам чай. Нет, лучше пошли на шопинг. Он лучше успокаивает. Согласна. Почему Вензи меня не любит? Эй, Мартин, перестань плакать. Проваливай отсюда, Сьюзи, ты не видишь, мне плохо. Да, я тебя понимаю, у нее очень сложный характер, но ее холодное сердце еще можно растопить. Думаешь? Уверена, поэтому не пригласить ее на свидание, это будет большая ошибка. Ладно, ты мне дала надежду, Сьюзи, Вензи обязательно будет моей. Ну и зачем ты меня пригласил? Расслабься, Вензи, давай проведем время вместе. Такие романтичные штучки вроде свидания мне совершенно равнодушны. Я думал, это будет проще. А вы еще что здесь делаете вместе? Виолетта, ты нам опять все испортишь. Мартин, давай уйдем, пока никто не пострадал. Вот именно, проваливайте, а то я вам такое сделаю. Мне надо же было им тут сидеть, только меня разозлили. Сделайте то, сделайте это, бесит. Итан, ты куда ушел? Подальше, чтоб не слышать бред этой Виолеты. Итан, да ты хоть знаешь, что нам будет за этот поступок? Плевать, я никого не боюсь. А ничего, что ты, прикрывая себя, подставляешь меня. Ну тогда мне нечего делать в вашей команде. Стой, Итан. Чего тебе? Если ты решил сбежать, то вещи с собой забери. Забыл, что за эту комнату я плачу. Ну и пускай, я найду где жить. Эх, похоже мне негде жить. Итан? А ты что еще здесь делаешь? Так, ребята, лучше не спрашивайте. Что такое, Виолетта выгнала? Наверное, ты плохо служил. Ага, очень смешно. Вообще-то я сам от нее ушел. Ничего себе, никогда не думал, что ты на такое осмелишься. Ну, в любом случае, я завидую тебя, Итан. Ты стал намного счастливее. Она достала постоянно на всех орать. Меня это очень жутко бесило. Да не парься ты так, парень. Просто придется немного пожить дома. Угу. Мой дом находится за пару тысяч миль отсюда. И если я туда вернусь, я не смогу больше здесь жить. Эх, как мне тебя жаль. Слушай, Итан, не хочешь пожить у меня? Мои предки съехали из дома на полгода. Так что, думаю, ты мне не помешаешь. Серьезно? Ну, конечно, ты ведь теперь не дружишь с Виолеттой. А значит, мы твои новые друзья. Какая мерзость. И последний. Виолетта, напомни-ка мне, зачем я притащил такой большой вес. Сейчас все увидишь, Макс. О, приветик, Вэнсдей. И вы здесь. Как же вы меня бесите. Что? Пришла позаниматься спортом. Вам какая разница? Да так просто стало интересно. Как такая хрупкая девушка, как ты, может что-то сделать? Вы что, думаете, я слабая? Уверена. Ты даже штангу пожать не сможешь. Ты во мне сомневаешься? Конечно. Или, может, ты хочешь доказать нам с Максом обратное? Легко. Смотри и учись. Виолетта, похоже, твой план удался. Что происходит? Почему эта штанга такая тяжелая? Ну что, не такая сильная ты, как оказалось. Кажется, Аликс идет. Эй, Виолетта, ты куда? Помогите! Так, я не понял. А что здесь происходит? Мистер Аликс, я вам сейчас все объясню. Макс, ну все. Ты попал. Макс, ты хоть понимаешь, что натворил? Мистер Аликс, я ни в чем не виноват. Это все была Виолетта. Виолетта? Что-то я тебе не верю. О, привет, Аликс. Виолетта, скажи, что сегодня в спортзале ты была со мной. Какой спортзал? Я сегодня не ходила туда. Ты же понимаешь, что за такой поступок я должен тебя исключить. Как исключить? Мистер Аликс, мне мама за это такое устроит. Раньше нужно было думать, Макс. Все, проваливай. Как жаль, Макс, нам тебя будет не хватать. Предательница, ненавижу. И потом, откуда ни возьмись, появляется чудище. Мне уже страшно. И что потом было? Ничего, я его съела. Да уж, Ванзды, вот это у тебя история. Что это такое? Ребята, вы чего? Это же я, Макс. Макс, и что ты здесь делаешь? Виолетта меня предала. И меня выгнали из школы. Ожидаемо. Да, Макс, я тоже, если честно, не удивлен. Простите меня, ребят. Нужно было сразу вас послушать и перестать общаться с Виолеттой. И ты меня прости, Ванзды. Ничего страшного, ты ведь был просто пешкой Виолетты. Ненавижу, ненавижу, во все ничтожество. Виолетта! О, да ты уже всех достала! Мэдди, что ты только что сказала? Да ты знаешь, что я тебе сделаю. И что? Я тебя не боюсь. Попытайся объяснить, почему. Да у тебя больше никого не осталось. Все твои друзья и парень, все они ушли к Ванзды. Хлевать. Значит, они были неудачниками. Ха, нет. Это все потому, что ты ужасная. И знаешь, что, Виолетта, я так подумала, и я тоже от тебя ухожу. Стой, не смей, ты моя правая рука. Ха, удачи тебе в одиночестве. Ха, удачи тебе. Ха, удачи тебе. все вместе. Мэдди, пошли за мной. Точно, Мэдди ведь тоже меня предала. И, кстати, рада представить тебе свою новую правую руку. Привет. Не дуйся. Нет! Пацан, пожалуйста! Попробуй забери! Лови, Сара! В каждый день одно и то же. Вам самих еще не надоело. Нет, это же весело. А мне не очень. Отдайте мой портфель. Ладно, держи. Опять повелась. На, возьми, возьми. Короче, бросайте дальше. Эй, ты чего? Забирай. Ну все, так неинтересно. Держи. Привет. Что, опять над баташей издеваетесь? Ну а что еще в школе делать? Учиться? Прикористка. А это что? Записка для Ника. Ой, интересненько. А что там? Ничего такого. Все-таки решила ему признаться. Как думаешь, записка хорошая идея? Ну, если бы мы были в младшей школе, тогда да. Я просто не знаю, как по-другому. Я его, как вижу, даже говорить нормально не могу. Всем хай. Привет, Ник. Давай, прямо сейчас. Я боюсь. Привет, чувак. Чего такой грустный? Скучно. Не знаю, что делать. Может, прогуляем сегодня опять уроки? Да не, сори. Мне и так в прошлый раз влетело от предков. Ну, значит, таки будешь на него слюни пускать. Ладно, я пошла. Софи, дело есть. Ник, ты каждый день домашку просишь. Сам уже делай. Ты же знаешь, не могу. Каждый день тренировки. Ладно, держи. Лем. Ник, я тут хотела тебе сказать, как бы, ну... Ой, привет, ребята. Это что за красотка? Джули, ты что тут делаешь? А меня к вам перевели. Это еще кто? Не знаю, но очень красивая. Знакомьтесь, это Джули. Мы с ней в одном клубе юных ученых. Еще одна ботанша. Джекпот. Да это вообще, я даже представить не мог. У нас в классе теперь две ботанши. В два раза веселее. Вы не видели Ника? Нет, с нами не выходил. Блин, короче, проблема. Эта ботанша, как только зашла в класс, он сразу слюни пускать начал. Кто? Ник? На эту заучку? Тебе, наверное, показалось. А то, что он сказал, какая она красивая, тоже показалось? Да ну, Ник красавчик нашей школы и запал на эту заучку. Мне тоже как-то не хочется верить. Но я сама слышала. Но может не все так плохо, как ты думаешь? Ну, я надеюсь. Жуля, я так рада, что ты теперь будешь с нами учиться. Ага, хорошо, что хоть тебя знаю. Хочу сразу тебя предупредить, что в нашем классе не любят таких, как мы. Каких таких? Ну, скажем так, людей науки. Ботан, что ли? Можно и так сказать. А, да я уже привыкла. В моей старой школе было все так же. Привет, красотка. Я Ник. Ну, а ты не сильно разговорчивая. Ну, во-первых, надо было спросить, не против ли мы, чтоб ты сел к нам. Да, простите мои манеры. Можно сесть к вам? Нет, нельзя. Что, первый раз в жизни услышал отказ? И теперь твой мир перевернулся? Понимаю. Так я... Уже собирался уходить? Наверное. Так иди. Джули, ты чего? А ты же Ник. Ну и что у меня с этого? Самый популярный мальчик в школе. Знаю я этих красавчиков. Думал, улыбнулся, глазки мне построил, и я сразу на шею ему буду вешаться. Ну, ты, подруга, даешь. Бро, ты где был? Да, так, слушай, а тебя вообще хоть раз девушка отшивала? Ха, конечно, почти каждый раз. Ну и каково оно? Не самые приятные чувства. Ну, а вообще, как ты с этим справляешься? Да, никак, привык уже. А ты чего спрашиваешь? Да меня только что девчонка отшила, как первоклассника. Тебя? Серьезно? И кто это у нас такая? Да, новенькая наша. Ха, в натуре тебя ботанша отшила? Ага, я сам ничего не понял. А чего она вообще тебя отшила? Ты что, подкатывал к ней? Да я даже не успел. Ты запал на эту заучку? Ага, теперь еще больше. С тобой точно все нормально? Я до сих пор не могу поверить, что он заговорил с тобой. Ты о ком? Кто заговорил? А, да так. Так ты, значит, к нам с другой школы пришла? Я же сразу об этом сказала. Ты такая наблюдательная? По-моему, она это с сарказмом сказала. Да я поняла. Ага, ты что, думаешь, самая умная здесь? Ну, смотря с кем сравнивать. О, кто-то нарывается. Джули, лучше не надо. Нет, что бы, я и не думала вас обидеть. Короче, что хотела сказать, лучше сядь тихо и не выделывайся, ясно? Как никогда. Ой, кажется, дела плохие. Успокойся, я их не боюсь. А стоило бы. Это самые крутые девочки в школе. Вот так вот. уделали ее. Теперь она знает свое место. А где Ник? Не знаю, может, опять с Тайлером прогуливают. Ну, я теперь даже не знаю, что делать. Ну, потому что ты привык, что девчонки тебе сами на шею вешаются. Ну, а как по-другому? Я же не виноват, что я такой красивый. Ну, вот, видишь, не всем девчонкам такое нравится. Ой, а ты много знаешь о девчонках. Плохой опыт тоже опыт. Ну, и что мне тогда делать? Ну, попробуй поухаживать за ней. Понял. Только для начала скажи, это как? Не тупи. Подарки, цветы, рестораны. А, ну, это совсем нелегко. Ну, а как ты хотел? Ну, что все как обычно. Алло. Мам, ну, почему я сразу прогуливаю? Я, я в школе. О, Ник, какое совпадение. А, куда ты идешь? Домой. О, а мне как раз с тобой в одну сторону. Прикольно. А, как тебе наша новенькая? А что, она спрашивала за меня? Э, нет, просто хотела узнать твое мнение. Какая-то она не очень. Правда? Да нет, нормальная девчонка. Да, она же ботанша. Ну да, значит умная. Ну, тебе же такие никогда не нравились. Ты откуда знаешь? Вот блин. Ты чего отстала? Короче, подруга, это катастрофа. Что случилось? Я говорила с Ником, он в натуре втюрился в нее. В кого? В новенькую? Ты точно правильно поняла? Да говорю же. никогда бы не подумала, что Ник втюрится в ботаншу. Думаешь, я могла бы подумать? Ну, ничего, я думаю, ты точно знаешь, что делать. Конечно. О, цветы для Джули. Ну да. Вот, как ты советовал. Привет, Ник. Какие красивые цветы. А кому, если не секрет? Джули, привет. Чего надо? Слушай, у нас как-то знакомство не пошло. Я бы хотел измениться. Ну, давай. Давай. Вот, это тебе. По-твоему, это смешно? Этот веник будешь своим подружкам дарить. А, молодец, подружка. Ты, походу, не понял, о чем я говорил. Да ты видел, с ними все нормально было. Видно, плохие цветы продали. О, урок начался. Отлично. Напишу ей записку с комплиментом. Ты самая красивая девушка. Рэйчел, Рэйчел, передай это, Джули. Ты самая красивая. Сейчас исправим. Что это? Это тебе Ник передал. Ты вонючка. Слушай, умник, по-твоему, это смешно? ты вонючка. Ну, я же не писал такого. Так, все поняли, что нужно делать? Мы в этом профи. Ну, где же? О, вот они. Так, что это тут у нас? Мои любимые печенья. Я смотрю, у вас проблемы с манерами? Можно нормально попросить. А чего это я должна просить у тебя свои печенья? Ну, вообще-то они мои. А уже наши? Пожалуйста. Чего это они лезут к Джули? Ну, все, вы сами напросились. И я! А это я заберу. Вы неудачники, вас ботанша уделала. Надо менять сферу деятельности. Полностью согласна. Эти ботаны какие-то ненормальные. Это твоя Джулик, какая-то ненормальная. Кажется, я влюбился. Тебе ее бояться надо. Да, отделала она вас круто. Только об этом никому, чтобы никто не знал, что меня девочка отделала. Да, она крутая. Такая вроде тихая, скромная. Ага, у вас все наоборот будет. Она тебя будет от хулиганов защищать. Ага, только у меня вообще ничего не получается. Пригласи ее куда-то. А это можно. Ай, ну как? Все нормально, ничего не видно. Ага, фингал все-таки не видно, но все равно болит. Да кто же знал, что она Джеки Чан в юбке? Больше не буду над ботанами прикалываться. Вот что теперь делать? Я им все порчу, а Ник все равно за ней бегает. Потому что ты ему не признаешься. А сейчас как это поможет, если он на нее запал? Ну вот видишь, я тебе говорила, нужно было раньше ему признаться. Да я это поняла уже. Только вот что мне теперь делать? Не знаю, как по мне, с ней лучше не связываться. Ага, и чтобы мой краж с другой мутил. Зато целыми будем. Она думает, что самая умная, но сильно ошибается. Что серьезно, Таймера и Сара? Ага, ты бы их видела. Как жаль, что меня не было, они меня так доставали. Ну теперь не будут, не переживай. Ну ты и крутая. Слушай, я тут кое-что заметила. Что? По-моему, Ник на тебя запал. Ой, этот самовлюбленный мажор. Ага, ты бы момент не теряла. Да сдался он мне. Да каждая девочка в школе просто мечтает о его внимании. Я не заметила его знаков внимания. Или ты о том венике и записке, что я вонючка. Ну все можно объяснить. Ну вот и объясни тогда. Я же не говорю, что могу объяснить. Джули, я понимаю, как это все выглядит, но ты неправильно все поняла. О, еще один. Ну и как это должно было все выглядеть? Ну не так. В общем, я хотел сегодня пригласить тебя в кафе, чтобы как-то загладить свою вину. Соглашайся. Ладно, только если это не очередной твой прикол. Нет, конечно. До встречи. Ник пригласил тебя на свидание. Чего свидание? А, как это еще называется? Ну, дружеская встреча. Ага, ага. Ник, с тобой вместе домой пойдем? Я не домой. А, куда ты? У меня встреча. А, с кем? Только не говори, что с этой новенькой. Даже если с ней. Какая разница? Ай! Рэйчел, что случилось? Ай, нога, кажется, подвернула. Сильно болит? Ай, да, поможешь дойти к больнице? Блин, ладно, помогу. короче, и зачем я только поверила ему? о, ты же должна быть... Да знаю, он не пришел. Как не пришел? Софи, откуда я знаю? Может, что-то случилось? Да, случилось. Он думает, что это очень смешно. Сара, может, уже хватит? Тебя уделала какая-то девчонка. Я уже не могу. Ты мужик или нет? Соберись. А ты чего стоишь тут только командуешь? А мне этого не надо. Ты будешь с ней разбираться. А чего это я? По твоему, я должна. Ты мальчик. А ты девочка. И она тоже. Поэтому ты должна с ней разбираться. Ты что, боишься ее? Я боюсь девчонку? Тогда работай. Конечно, она меня не дождалась. Ладно, завтра попробую все объяснить. Джули, привет. Не говори со мной. Погоди, я тебе все объясню. Ну, попробуй. В общем, я вчера шел к тебе и по дороге встретил Рэйчел. Она ногу подвернула и я ей помог дойти до больницы. Ну вот, я же говорила, что-то случилось. Не догонишь. Софи, а вот все люди с больной ногой бегают? Нет. Ну как же? Ты за дурочку меня не держи. В следующий раз что-то получше придумай. Ну я правду говорю. Рэйчел, ты бегаешь, а как же нога? А уже не болит. Оказалось, ничего страшного. Но все равно спасибо, что помог. Да не за что. Надеюсь, я не доставила тебе неудобств? Да нет, забей. Слушай, ты мне вчера помог, я бы хотела тебя отблагодарить. У меня есть два билета в кино. Не люблю кино, извини. А что с ногой? Эх, забей. Слушай, вот ты веришь в судьбу? У, я смотрю, ты себя уже совсем плохо чувствуешь. А может, нам не судьба быть вместе? Да чушь все это про судьбу. Да я просто другого объяснения уже не вижу. Все как-то складывается не очень. Как будто кто-то все специально делает. Да дело не в этом. Просто ты никогда не сталкивался с такими проблемами. вот и все. Ну да, раньше как-то попроще было. Ничего даже делать не надо. Ну вот видишь, оказывается ухаживать за девушкой не так уж и просто. Да да, я уже понял. Ну ты конечно актриса. Ага, ты бы видела. Ой, нога, нога. Страшный ты человек. За любовь нужно бороться всеми силами. Ну это конечно круто, но суть в том, чтобы Ник был твоим парнем. Это же не конец, все еще впереди. Софи, хорошо, что ты тут. Опять домашку дать? Нет, а можно, да? Держи. А что хотел? Поговорить. Конечно, красавчик, говори. Ты с Джули давно знакома? А, ты об этом? Ну да. Слушай, может ты знаешь, как найти этот ключик? Типа к ее сердцу? Ну да. Ну сначала перестань тебя вести как болван. Да я пытаюсь, но оно как-то само получается. Ну вообще, если честно, я и сама не знаю. Мы с ней не общались на эти темы. А можешь как-то у нее узнать? Аккуратно. Ладно, спрошу только... Говори, что ты хочешь? Тайлер, они с Сарой встречаются? Нет. А можешь нам свидание устроить? А что-то попроще не могла попросить? А ты прям не тяжелое попросил. Ладно, сделаю. Отлично. Привет. Привет. О, Софи, я не слышала, как ты вошла. Да вот, зашла попить чаю, поболтать с подружкой. Ну, ты знаешь, я всегда рада попить чай с подружкой. Мне вот интересно кое-что. Что? Ты все время Ника отшиваешь. Спасибо. А какие мальчики тебе нравятся? Если честно, даже не знаю. Наверное, такие умные, с хорошими манерами. Ага. Ты что, записываешь? Да я это, домашку делаю, пока тебя слушают. Ты продолжай. А, ну вот, чтобы красиво ухаживал. Ага, понятно. А тебе зачем вообще? Да так просто, мы же подружки, а я ничего не знаю. А, ну вот дальше. Что делаешь? Как всегда, полезные дела. видно. Короче, у меня для тебя отличная новость. Школу закрыли? Не, не настолько отличная. Эх, блин, а что тогда? Короче, у меня тут одна девочка за тебя интересовалась. Серьезно? Что за девочка? Красивая, умная. А я ее знаю? Ну, пускай будет для тебя загадка. А что спрашивала? Попросила, чтобы я вам свидание устроил. Где? Когда? Сегодня вечером у нас в кафешке. О, надо хотя бы зубы почистить. Ну, что, узнала? Да, все тут. Отлично, спасибо. А моя часть договора? Конечно, все сделано. Он так обрадовался. Серьезно? Да, короче, жди, скоро придет. Ой, я так волнуюсь. Это мое первое свидание. О, привет. Тайлер, а ты чего там сел? Я тут кое-кого жду. Так, я тут. В смысле? Ты же меня ждешь, тебе Ник не говорил? Так он про тебя говорил? Ладно, в принципе, какая уже разница? Всем привет. Слышь, задрот, ты классом ошибся. Ник походу сильно втюрился. Привет, Джулия. Привет. Странно выглядишь. Тебе не нравится? Да нет, нормально. Просто непривычно тебя с книгами видеть. Это, кстати, моя любимая. Ого, серьезно? Что это с ним? А ты что, не поняла? Он так вырядился, чтобы к Джули подкатить. Такого я еще не видела. Блин, что должно произойти, чтобы он от нее отстал? Да, вот, пятая глава. Закон аэродинамики. Моя самая любимая. Да, а я по этой теме проект делала. Оказывается, у нас так много общего. Удивительно. Может, ты серьезно и не такой уж плохой? Надо это срочно прекращать. О чем мечтаешь? Короче, Ник, вчера такое произошло. Ладно, ты первый. девушка, которая меня на свидание позвала, это наша Софи. Ну да, я знаю. Никогда не замечал, что Софи такая интересная и тонкая личность. А, так тебе понравилось? Конечно, она такая умная, мы с ней болтали на все темы. Она обо всем знает. Кстати, а ты чего так выродился? Ну так я вот хотел тебе рассказать. Короче, я узнал, какие парни нравятся Джули, и вот. И что? Ну, я типа умный, туда-сюда. И это сработало. Она даже со мной нормально заговорила. А, ну поздравляю. Так, и что мы собираемся делать? Я все короче придумала. Рассказывай. Я ее опозорю при всех. Отлично. Как? Я устрою вечеринку, всех наших пригласим, а потом при всех ее искупаю. О, это мне нравится. У меня еще никогда не было такого свидания. Ну, в принципе, у меня их и не было. Ну, круто, я рада. Я всегда думала, что он плохой и злой, а оказалось наоборот. Да, мальчики такие непредсказуемые. Ник вообще меня сегодня так удивил. Ну, да, чего это он так, я даже не знаю. Может, он серьезно нормальный парень? Уверена. смс? Круто, нас на вечеринку пригласили. На вечеринку как-то не хочется. Ты чего, пойдем повеселимся. Я вообще никогда не была на вечеринках. Там, наверное, будет Тайлер и Ник. Ну, ладно, ненадолго можно будет сходить. О, круто. Все готово. Короче, ждем подходящего момента и сама знаешь. Будет знать, где ее место. После такого позора Ник точно не будет к ней подкатывать. Девочки, спасибо, что пригласили за тутем. Ну, как ты у вас с Ником? А тебе какая разница? Просто интересуешь. Никак. Чтоб ты знала, Ник мне нравится. Серьезно? Ой, а я сразу и не заметила. Я тебе его просто так не отдам. Ой, забирай. Но по-моему, он и сам не сильно хочет. Вот увидишь, захочет. Привет. Привет, девчонки. Тайли! Софи, привет, выглядишь прекрасно. Спасибо. Так, я не поняла. Ну, как тебе тут? Нравится? Ну, да, ничего так. Мы тут часто зависаем. Прикольно. У нас в школе такого не было. Внимание всем! Все мы уже познакомились с нашей новенькой Джулией. И эта вечеринка для нее, а значит, она должна пройти в посвящение. Какое еще посвящение? Рэйчел, не пожалуйста! Рэйчел, ты что сделала? А это чтоб знала, как чужих парней уводить. Чего? Кого уводить? Ты не подходишь Нику. Вот видишь, это позор на всю школу. Зачем тебе такая девушка? Рэйчел, да ты вообще прикалываешься. Я не твой парень. Ну ты мне всегда нравился. Вот видишь, на что я готова родить тебя. Так, ты не подходи ко мне. Я не хочу, чтобы это не нормальное мне что-то еще сделало. Ну Джули, Рэйчел, что ты наделала? Только все получаться начала. Вы с ней не пара. С тобой тоже. Я ради тебя все это сделала, а ты? Любовь. Мир сошел с ума. Не хочешь в киноху сгонять? С тобой конечно красавчик. Не удач не получай. Ну перестань те. С не удач не по другому нельзя. Ага. Ну я же ничего не сделал. Как это ты попал в школу крутым? За это и получаешь. Зато я умнее вас. А у нас есть деньги и популярность. Получай. эй, ребята, зачем вы так с ним? Мэйди, да хоть ты его не защищай. А что, вы сами когда-то такими были? И что, но сейчас же мы крутые. Какие они упрямые и злые. я сказала быстро отстали от ботана. Ладно, ладно. Отстанем мы от этого Кевина. Спасибо тебе, Мэдди. Да уж и зачем она за него заступилась? Ну с Мэдди лучше не спорить, вы же знаете. Это точно. Лук 99 100 Легкую разминочку сделали. Привет, Мэдди. А это ты чего хочешь? Я хотел поблагодарить тебя и принес это за меня просто никогда никто не заступался. Спасибо, конечно, но настоящие крутые ребята не едят шоколад. Ой, а я и не знал этого. У тебя что-то срочное? А можешь мне рассказать подробно все о вашей школе? у нас собрались самые крутые ребята. А такие как ты надолго здесь не остаются. И что же мне делать? Либо стать таким же крутым, либо менять школу. Но мне нравится быть заступаться. Спасибо, что хоть сегодня помогла. Как мне иногда жаль этих ботанов. Хорошо, что я самая сильная в этой школе. И надо мной никто не сможет прикалываться. 105 и 106. Так, уже почти готово. Ну вот и все. Ух ты, это самая крутая работа за последнее время. Ага, мне тоже нравится. Думаю, до завтра придумаю еще что-то новенькое. И ты набьешь мне еще одну татуировку. Без проблем, только ты должна мне тоже помочь. Что ты имеешь ввиду? Мне нравится Джулия, но я не знаю, как предложить ей встречаться. Ты же знаешь. Да, да. Я могу придумать что-то такое, что она точно не сможет тебе отказать. Спасибо, подружка. Ой, я, наверное, не вовремя. О, ботан. ты мне как раз таки и нужен. Ага. Что такое? Нам просто немного скучно. Ага. А я здесь при чем? На тобой можно попрекал. Отдай, 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 отдай. Ни за что. А ну отдайте мне рюкзак. Сара, лови. Я здесь в стиле, давай пожаловать. лови. нас любви даже директор любви. Ладно, Стив, пошли от этого ботана. Ага, а то я не приношу эти слезы. Мэдзи была права, я не достоин быть в этой школе. Что это там такое? Это что? Самая настоящая тату машинка? Кажется, у меня есть идея. Вау. Сейчас я тоже набью татуировку и стану крутым. Так, почти. Надеюсь, я уже завтра проснусь классным чуваком. Новая помада то, что нужно для настоящей крутой девчонки. О, Джулик, как хорошо, что ты здесь. Привет, Стив. Я тут подумал. Может, ты прокатишься со мной на моем новом байке? Ну, не знаю. У меня еще запланирована вечеринка с ребятами. Ну, так может быть, я тебя подвезу или еще лучше пойду с тобой. Ты что, подкатываешь ко мне? Я? Да, ты, Стив. Да, у меня столько этих девчонок. ты же для меня просто друг. А что мешает просто друзьям сходить на свидание? Стив. Да что я? Ты же знаешь, что я даже не думал тебе подкатывать. Вот и хорошо, потому что у тебя нету никаких шансов. Чао. Блин, с этими девчонками так сложно. Джули. Блин, нужно срочно организовать крутую вечеринку. А то я последний раз тусовалась два дня назад. Нужно срочно это исправлять. Эти девчонки. О, Стив. О, а ты что здесь делаешь? Да вот, хочу организовать какую-то крутую вечеринку. О, прикольно. Только у меня настроение точно не для тусовок. Ты о чем? Эта Джули вообще меня не замечает. Хм, так может я организую рокерскую тусовку для влюбленных? Это как? Такое, там где крутые ребята могут признаться своей второй половинке. А что, это неплохая идея. Сара, да ты гениальный человек. Да, я знаю. А сейчас пошли скорее, а то я еще хочу успеть в кафешку заскочить. Ага, идем. А Джули обязательно обратит на тебя внимание. Как же я люблю просыпаться в своей розовой комнатке. А сейчас нужно быстро собираться, чтобы не опоздать в школу. А что это у меня за новая одежда? Я теперь выгляжу как все мои одноклассники. я теперь такой крутой, как и хотел. Ребят, кто-то что-то подготовил вообще. Ты что, забыла, где ты находишься? Вот именно. Здесь никто не делает домашку. У меня просто нет ни одной хорошей оценки. И у меня так же. И у меня. О, а давайте заберем домашку у этого бацана. А что, мне нравится эта идея. Ага. Да уж, ничего сами придумать не могут, только мучают бедного ботана. Стив, это ты хорошо придумал. Все ради тебя, Джули. Эй, то, что я тебя похвалила, еще ничего не значит. Эй, давайте только не здесь. Приветики. Эй, ботан, что-то ты на себя напялил. Вот именно. А это теперь мой крутой образ. Ой, не смеши нас. Эй, чего это вы смеетесь надо мной? И вообще, дай лучше списать домашку. Вот именно. Почему это? Ты что, не услышал меня? Как же я хочу, чтобы этот Стив исчез. Кевин? Куда пропал Стив? Что? Что произошло? Не знаю. Кевин, это ты сделал со Стивом? Не знаю, хочу, чтобы Стив появился обратно. Эй, что это было? это вообще-то уже не смешно. Это что? Только что произошло? А я сама ничего не понимаю. Ты просто куда-то пропал после слов Кевина. Кажется, мне пора. Странный он какой-то. Это точно. Что это только что вообще было? Блин, мы так и не получили решение домашки. Походу хорошей оценки нам сегодня не видать. Что со мной? Как я сделал так, что Стив исчез? А если в этом виновата мое тату? Так, хочу мой самый любимый напиток. Да нет, вроде бы ничего не произошло. А как это вообще возможно? И вроде бы в комнате никого нет. Получается, моя тату исполняет желание. Так, Мэдди, ты же не могла влюбиться в Кевина. Он ботан, а ты крутая девчонка. Так, Мэдди, как раз таки ты мне и нужна. Я сейчас не в самом лучшем настроении. Ты видела, что сегодня произошло в классе. И что? Нужно срочно брать этого Кевина из нашей школы. И сделать это можешь только ты. И что такое случилось? Я исчез на время и ничего не помню. Ты просто решил поприкалываться? Нет, я тебе серьезно говорю. Поэтому нужно срочно избавляться от этого Кевина. Что ты сказал? Подумаешь, это же самый обычный ботан. Да я тебе сейчас такое устрою. Понял, понял. Бешеная какая-то. видишь, что удумал? Убрать из школы моего Кевина. Так, что это такое бы придумать? Так, хочу сегодня на обед много конфет. Ну, быстрее. Самое лучшее, что может быть. да уж, и ботан этот здесь. О, Джулик, красотка нашей школы. Кевин, а ты можешь покушать в другом месте? Ну, я хочу здесь. Я просто хочу что-то заказать, а ты мне будешь мешать. Татуировка, я хочу, чтобы я понравился Джули. Кевин, а ты так прекрасно сегодня выглядишь. Ура, сработало. Кевин, может, сходишь со мной на свидание? Конечно, схожу, ты еще спрашиваешь. Лучше, парни, я еще не встречала. А мне начинает это нравиться все больше и больше. А может, будем еще встречаться? Еще рано немного. Ничего не рано. Ну, не знаю, это все как-то неожиданно. Но я же люблю тебя, Кевин. Так, Джули, мне пора. Ну, куда же ты? Как я-то забыл. Кевин, постой же ты. Давай, беги, беги. Это Мэгги просто взяла и накричала на меня. И что? Она же всегда такая. Прыгай. Опа. Ты не понимаешь, в этот раз она была особенно разъяренная. У девочек такое бывает. Да нет. Мэдди у нас не девочка, а терминатор какой-то. А зачем ты вообще к ней подходил? Да я хотел предложить выгнаться школы этого Кевина. Да мы же издеваемся над ним. Ну да. Так что он сам скоро уйдет. Ну не знаю, что-то он долго задержался. Это да, этот ботан вообще странный какой-то. нужно будет за ним проследить. Кстати, а это неплохая идея. Так, а сейчас надо наконец-то пройти эту игру. Давай. Блин, тут даже негде спрятаться. Нужно залазить на шкафчики. Ну куда же ты, Кевин? Ну куда же он делся? А вот он где? Джули, я же уже тебе сказал. Любимый, я же хочу быть всегда рядом. Джули, не нужно, может кто-то увидит. Кевин, мне все равно на всех. Я хочу быть твоей любимой девушкой. Так, я хочу заморозить Джули. Кевин. Фух, у меня хотя бы есть время подумать. А то это не совсем то, что я хотел. О, хочу, чтобы Джули разморозилась и больше я ей не нравился. Эй, что это было? Ты о чем? И что я вообще тут делаю с тобой? Не знаю, я тут был все это время. Ничего не пойму. Чуть не спалился. Странный этот ботан какой-то. Вроде бы все стало на свои места. Нужно быть поаккуратнее со своими желаниями. Хоть как-то можно снять этот стресс. Этот Кевин какой-то жуткий и странный. Джули, я так рад, что ты меня пригласила к себе. Так, Стив, только не начинай. Опять. у меня кстати к тебе серьезный разговор. Да, слушаем. Сегодня со мной происходило что-то странное. Ты поняла, что влюблена в меня и не знаешь что с этим делать? Очень смешно. Ладно, ладно. Ты можешь меня серьезно послушать хоть раз? Так, говори, что случилось. Я сначала зашла в кафе, а там был этот Кевин. Он что, обидел тебя? Вроде нет, но потом я оказалась возле шкафчиков. А как я не помню. Вот вот, и у меня такое было в классе. Может он владеет какой-то магией? Ха, скажешь тоже. Нет, ну я серьезно. Мне кажется дело точно не в этом ботане. Ну не знаю, не знаю. Может быть нам это мерещится, потому что мы устали, так нам надо свидание вместе. Стив! Пойдем хотя бы прогуляемся. Пошли. Как скучно, когда ты каждый раз попадаешь в это кольцо. Так, нужно заняться учебой, чтобы не думать об этой дурацкой татуировки. О, Кевин, а ты чего здесь? Да так, вышел прогуляться. Зачем тебе эти книги? Лучше сыграй со мной. Но я не умею. Да ладно, научишься. Надеюсь, я хоть раз смогу попасть в кольцо. Смотри, тебе просто нужно забрать у меня мяч и закинуть в кольцо. Ладно, попробуем. эй, как это? Эй, я же профессионально играю. Вот кто-то его забрал. Вот, а говорил, что не умеешь. Да, я сам в шоке. Это была разминка, а сейчас я тебе покажу, как играть. Вот, смотри. Да как это вообще у тебя получилось? Мэдди, это же просто игра. Да я лучший игрок, а ты посмел меня обыграть? Так, я хочу срочно исчезнуть. И чего ты молчишь? Эй, и куда это он пропал? Блин, мне нравится Кевин, а я взяла и накричала на него. Все-таки я умею только заниматься спортом, а не с парнями общаться. мы где? Где же? Где же? Где же? Я тебе говорю, что мы ее оставили где-то здесь. Блин, я что, осталась без татуировок? Нет, мы должны ее найти. Она стоит бешеных денег. Я представляю. так, нужно все вспомнить. Так, сначала я набил тебе татуировку, а потом... А потом пришел Кевин. Точно. Мы, как всегда, над ним поиздевались, а потом ушли. Значит, машинку мы оставили где-то здесь. Ты думаешь, что машинку украл ботан? Я в этом уверен. Тогда нужно его найти. Окей, тогда разделимся и, если что, наберем друг друга. покажем ему, как брать чужое. Ага. Хорошо, что я могу телепортироваться. А то не знаю, что со мной сделала бы это Мэдди. А вот ты где. Сара, а ты что здесь делаешь? А я тебя ищу. Что такое? Ты не хочешь мне ничего рассказать? Что ты имеешь ввиду? Кто украл нашу тату машинку? Это не я. Ну да, конечно, мы уже все знаем. Я правда его не брал, зачем мне он? Правду говори. Я же обычный ботан. Я сейчас наберу Стива и посмотрим, как ты тогда заговоришь. Блин, только не это. он тебе такое устроит. О нет, хочу, чтобы Сара заморозилась. Ты что-то сказал? Фух, на одну проблему меньше. А то я думал, что мне уже конец. Фух, а теперь можно хоть спокойно прогуляться. А вот ты тебе. Стой, кому говорю. Главное, чтобы он меня не догнал. Попался? Блин, Стив, ты что-то хотел? И куда это ты вздумал убегать? Да у меня так, пробежка. Так, признавайся, это ты забрал мою тату машину? Ты о чем? Я думаю, ты понял, о чем я. Раз начал, так быстро убегать. Так, будем действовать по проверенной схеме. Что ты несешь? Хочу, чтобы Стив заморозился. Что ты? Так, мне нужно срочно придумать, что делать с Стивом Миссарой. Так, ага, угу. Кевин, я тут хотела тебе кое-что сказать. Эм, что? Я хочу извиниться за ту ситуацию на улице. Ты извиниться? Я просто не привыкла, что кто-то может выиграть меня. Я сам не знаю, как так получилось. Наверное, какой-то счастливый день. Ага, по-другому быть не может. Привет. Джули, что-то случилось? Да я никак с вчерашнего дня не могу дозвониться до Стива и Сары. Странно. Блин, я совсем про них забыл. Мэдди, а ты их случайно не видела? Может, они где-то загуляли? Странно, они обычно зовут с собой меня. Тогда не знаю. Так, а мне нужно срочно отлучиться. Странный. Ты куда? Да так, по своим собственным делам. Мэдди, ты что, общаешься с этим ботаном? Нет. С чего ты взяла? Я просто поинтересовалась. Ага, ага, все с тобой понятно. Фух, Сара еще на месте. Как я мог ее оставить на целый день? Я хочу, чтобы она разморозилась, как только я выйду за эту дверь. Надеюсь, все получится. И я не получу за это. Ничего не пойму. ай, еще и голова болит. Нужно срочно найти ребят, а то я ничего не помню. И этот Стив на месте. Татуировка. Хочу, чтобы Стив тоже разморозился, когда я убегу. Надеюсь, они ничего не вспомнят. что я вообще делаю на улице? И почему мне так болит голова? Странно это все как-то. Ничего не понимаю. И ничего не помню. О, Сара, как хорошо, что ты в нашем тайном кафе. Стив, со мной произошло что-то странное. Да со мной тоже. Еще и голова болит. Вот-вот, а может мы чем-то заболели? Да ну, вряд ли. Я просто вообще не помню, как я оказалась в спортзале. А я на улице. Так пошли к Джули, пусть она с этим разбирается. О, это хорошая идея. Идем. Ой, так голова болит. Как ужасно ничего не помнить. Это точно. Как же мне плохо. И мне тоже. Со мной происходило что-то странное. Ага, а еще я ничего не помню. Так, ребят, угощайтесь. Спасибо, Джули. Так, что произошло? Лучше не спрашивай. Да мы сами не понимаем. Как это? Я помню только, что мы со Стивом искали что-то возле школьных шкафчиков. Точно, только вот что. Покушайте фруктов и обязательно все вспомните. Сара, а что такое? Кажется, я вспомнила, мы искали тату-машинку. Точно, ты же еще хотел сделать себе новое тату. Я же говорила, что фрукты помогут. А потом я встретила Кевина. Стоп, это я встретил Кевина. Как это? Тут точно что-то не так. А я вам говорила, что этот Кевин какой-то странный. Да, нужно его как-то вычислить. Легко, он часто ошивается в кафе. И что? Читает свои глупые учебники. Вот и отлично. тогда покушаем и пойдем его искать. Ну я ему устрою. Ну и что мне с этим делать? Если Стиви Сара что-то вспомнит, мне конец. И зачем я вообще сделаю эту татуировку? А я к тебе без приглашения. Эй, ты что плачешь? Мэдди, а ты что здесь делаешь? Да вот зашла поговорить. Я сейчас не в самом лучшем настроении. Я вижу. Что-то случилось. Мне нельзя это рассказывать. Поверь, я тебя точно пойму. Я не знаю, это как-то неправильно. Кевин. Ладно, моё тату исполняет желание. Это вообще как? Ну я решил стать крутым. И? И в итоге всё, что я скажу становится реальностью. Тану, я тебе не верю. А хочешь, я тебе докажу? Ну попробуй. Тогда пошли и всё сама увидишь. Ладно. Так, нужно главное спрятаться. А ты уверена, что он вообще сюда придёт? Вот именно, я не сильно хочу здесь сидеть. Ну вообще он часто сюда приходил, я же вам говорила. ладно, посмотрим, сколько мы будем здесь сидеть. Сейчас я продемонстрирую тебе все свои способности. И зачем ты меня притащил в кафе? Вот видите, я же говорила. Так, сиди тихо. Ну как, моё ту-ту будет угощать тебя всем, чем захочешь. Интересно. О чём это они там общаются? Вот что ты любишь больше всего? Вообще сок. Хочу сок. Ну? Вот и готово. Ничего себе. Ещё и мой любимый вкус. А это что ещё было? Не знаю, но я так и думал, что с ним что-то не то. А можно мне ещё фруктовый салат? Хочу салат из фруктов. Так чему ты расстраивался? Это же круто! Что здесь крутого? Ну как? Ты можешь иметь всё, что захочешь. А что мне такую вкуснятину? Понимаешь, иногда я не могу так контролировать и получается не всё как нужно. И что ты хочешь с этим делать? Пока не знаю. Я немного запутался. Блин, откуда у них все эти вкусняшки? Ладно, воспользуюсь моментом и нормально покушаю. Кушай на здоровье. Ммм, как это вкусно. Вы вообще это видели? Я ничего не понял. Вот именно. Еда магическим образом появлялась на столе. А я ещё давно поняла, что он странный. Ну и что мы будем делать? Самое главное это забрать эту машинку. Точно. А то я уже не могу без новых тату. Тогда нам точно нужно его срочно найти. Только вот где? Вроде бы никого нет. Ребят, кто-то зашёл. Ой, привет всем. Кевин, как хорошо, что ты пришёл. А что такое? Да так, мы вот решили, чего это мы над тобой прикалывались постоянно. Правда? Ага. Но для начала ты расскажешь всю правду. А вы о чём? Не делай вид, что ты ничего не знаешь. Вот именно, мы всё видели. И куда пропала моя тату-машинка? Я честно не понимаю, о чём вы? Да я сейчас тебе такое устрою. Так, я хочу перемотать время назад, и чтобы у меня не было этой ужасной татуировки. Стой, где это я? Фух. Мне кажется, это то самое место, с которого всё началось. Думаю, в этот раз я обойдусь без татуировки. Я свободен. ребят, кто-то что-то подготовил на сегодня. Ты что, забыла, где ты находишься? Вот именно, тут никто не делает домашку. У меня просто нет ни одной хорошей оценки. И у меня также, и у меня. Блин, ну что же мне сейчас делать? О, а давайте заберём домашку нашего ботана. А что, мне нравится эта идея. Да уж, ничего сами не могут, только мучают бедного ботана. Стив, а это ты хорошо придумал. Всё ради тебя, Джули. муа. Так, то, что я тебя похвалила, ещё ничего не значит. Так, давайте только без этого. Приветики. Эй, ботан, нам нужна домашка. Ага. Конечно, конечно, для вас всё, что угодно. Чего это ты добренький такой? Просто хорошее настроение. Быстрее давай. Конечно, конечно, я так рад вас всех видеть. Повезло тебе. Сегодня мы не будем над тобой издеваться. Как они меня все достали. Спасибо за вашу доброту. Странный он какой-то. Как хорошо, что в классе есть ботаны. Ха-ха-ха.